И тут бы я хотела сказать, что Громов, который готовил это всё параллельно с тем бункером, который, соответственно, находился на «Соколе» в Москве, он всех своих пропагандистов, естественно, густо, постоянно снабжал всеми вот этими инструкциями. И тут, когда всё имя затеянное провалилось, то можно, наверное, только сравнение привести с воздушным шаром на гелевой основе. И если вдохнуть этот шар, то сначала это звучит про какой-то «клэм» за три дня, а потом превращается в такой «клэм-клэм» голосочек. Вот именно это произошло, мне кажется, со всей этой сворой. То есть они сначала готовые, рычали, пугали, устрашали и так далее. А когда им хорошенько влепило ВСУ, то вот этот эффект геля как-то сработал на их голосах. И вот эта вот суета, она, конечно, носит довольно-таки разительный контраст. Тут ничего не скажешь. Они стали проговариваться, суетиться, они стали ругаться между собой, они стали искать виноватого, крайнего. У них между собой уже вообще нет никакого доверия, потому что они понимают, что каждый из них занят ровно тем же самым, пытаясь спасти свою шкуру. Но инструкции от Громова продолжают приходить. То есть этот, как ни в чём не бывало, снабжает их альтернативной реальностью. Они бы, может, уже и не хотели бы этим всем заниматься, но отступать им совершенно некуда. Это цепные псы, которые должны гавкать по расписанию. И, конечно, они своим теперь уже положением совершенно недовольны. Периодически это недовольство попадает в эфиры. Не всё удаётся вовремя вырезать. Эти монтажные ножницы не всегда успевают. За количество этих оговорок можно предположить, что их на самом деле гораздо больше. И даже то, что просачивается, говорит о том, что, мне кажется, на кухне, собравшись, те, во всяком случае, которые всё-таки какое-то доверие друг к другу испытывают или являются ближайшими подельниками, такие как Симоньян со своим мужем-боброедом, тоже, скорее всего, киосаяном. Вот они, наверное, так мечтательно, глядя куда-то в потолок, задумчиво на своей кухне, вечером, когда не слышат никто, друг другу шепчут, как было бы здорово, если бы, выйдя с новогодней речью, он бы сказал, я устал, я ухожу. Поэтому, мне кажется, что это их сейчас единственная мечта, чтобы он свалил на покой. Но думаю, что новогодняя речь их разочарует.